Налоговики подводят итоги. За 2020 год в ходе массовой кампании по исчислению имущественных налогов физических лиц налоговой инспекцией было начислено 3 миллиарда 496 миллионов рублей, рассказывает Галина Кармалина. В связи с объединением городского округа Звениград и Одинцовского муниципального района в Одинцовский городской округ с 1 января 2020 года на территории Одинцовского городского округа действует новое решение Совета депутатов о земельном налоге, в соответствии с которым освобождаются от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка, расположенного в границах территории Одинцовского городского округа, находящегося в собственности, постоянном бессрочном пользовании или пожизненном наследованном владении и неиспользуем для предпринимательской деятельности отдельной категории налогоплательщиков физические лица. При этом налогоплательщики обязательно должны быть зарегистрированы по постоянному месту жительства в Одинцовском городском округе. При отсутствии регистрации эта льгота не предоставляется. На сегодняшний день в работе налоговых органов большую роль играет новая система оценки показателей контрольно-аналитической работы. Следует отметить, что в общем объеме поступлений по контрольно-аналитической работе 46% на долю увеличенных налоговых обязательств после проведения аналитической работы самой инспекции. Сумма поступления без назначения выездной налоговой проверки увеличилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Количество выездных налоговых проверок по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Это результат того, что основная работа направлена на предупреждение и профилактику нарушений налогового законодательства. Сотрудники инспекции напоминают, срок оплаты физлицами имущественных налогов за 2020 год истекает 1 декабря.